Уже более 150 тысяч человек являются клиентами сети комиссионных магазинов «Титан». Сегодня купили телевизор. Понравилось, что дали гарантию. Значит, сразу видно надежная компания. Сеть комиссионных магазинов «Титан». Для всех и каждого. Никогда пьяные водители из Оричи еще не были скучными. Эта закономерность подтвердилась и в минувшее воскресенье на улице Щерса. Троица приятелей приехала из Оричевского района в Киров за приключениями. И она их получила уже на въезде в город. После остановки компания устроила скандал. Друзья, конечно, были недовольны задержанием. Но еще больше. Они были огорчены тем, что их снимал Сергей Пичугин. Ведь в своем поселке они к такому не привыкли. На улице Щерса сотрудники ДП замесили десятку. Водитель, увидев полицейских, занервничал, резко нажал на тормоз, а потом заехал на заправку. Не то, что ремня нет, это точно. А что, заправляться не собирается-то? После инсценировки самой заправки топливом, приятели все равно поехали. Их сразу остановили полицейские. Видно, что у десятки проблемы с тормозами. Тормозами. Я торможу, б***ь. На передачу поставим. Тормозами. Все хорошо. Походу не очень. Говорю, на передачу поставим, б***ь стоит. У водителя были трудности не только с машиной, но и с документами. Иван Сергеевич, водительская, говорю, где ваши документы на автомашину. Выходим из автомашины. В общении с инспекторами Иван сразу перешел на «ты» и заявил им, что они не имели права его останавливать. Нет, подожди. На каком основании я сейчас... Давайте на «вы» общаться. Культуру общения соблюдать. Я на «вы» на «вы» общаться. Понятно. Кульча, речи, президенты запрещены в обороте по стиме имеются? Нет. Сразу после разговора со старшим лейтенантом Иван переключился на угрозу журналисту. Я сейчас... Все, давай. Да я сейчас руками льна махать, иначе... Подожди, мы сейчас звоним. Не надо уходить. Подожди. Да я тоже здесь. Иван набрал номер друга и рассказал о своем задержании. Водитель не хотел присаживаться в машину ДПС и пытался выдвинуть свои условия. Моя тревога вам непонятна? Пусть я на камеру бьет. Камеру пусть убьет. Вы свои условия не ставьте здесь. Я слышал... Ты кто такой вообще? Тихо, тихо. Ты кто такой? Расстояние? Ты ДПСник или что? Расстояние держи, расстояние держи. Подожди, ты ДПСник? Нет, я. Ты с***. Вот дай мне один, один. Запад, отпротив, в этом городе. Здесь сейчас с***. Ты слышу, посмотри. Это ты что делаешь? Здесь руку спускаешь. А ты че, меня п***ь, 10 суток грызут. Я тебя поймаю. Как это вот? Слышь, ты на***, ты че грубишь? Я не говорю, ты грубишь. И че с ним на*** вообще ты? Какого основания ты снимаешь меня? Журналистский закон. Журналистский? Да. Знаешь, что? Размяться хотел и пассажир авто, он тоже вышел из машины. Че, положишь, п***ь? Конечно, тебя. Слышь, я тебя п***ю закрою после завтра, п***ю. Где закрою? Ты что, сотрудник полиции? Это как понять? Вот так, п***ю. Небоширы переступили все грани приличия и на них надели наручники. Я не п***ю на лист, п***ю. Я тебя поломаю, п***ю. Чего ты шел там? Чего ты меня поломаешь? Я тебя п***ю. Отвечай, п***ю. А что случилось-то такое? Теперь Ивану может грозить уголовная ответственность за повторное пьяное вождение, а его другу придется отвечать за хулиганство. Их доставили в отдел полиции, и только один пассажир остался незамеченным, так как сидел в машине и не высовывался. Сергей Печугин, место происшествия.